Марина Горячкина принимает лекарства ежедневно. У нее сахарный диабет и сопутствующие заболевания. В месяц лечение обходится в 20 тысяч рублей. Такую сумму с пенсии женщина выделить не может. Этого и не требуется. По состоянию здоровья Марина Юрьевна относится к льготной категории граждан, а потому уже около 10 лет пользуется набором социальных услуг. Все медикаменты ей предоставляет государство за счет средств из федерального бюджета. В набор социальных услуг входят различные жизненно важные препараты. Сейчас их около 2000, но каждый год список расширяется. В него включаются новые инновационные лекарства. Также бесплатный проезд на отдельных видах транспорта и санаторно-курортное лечение. Все эти льготы могут получить инвалиды, участники боевых действий, люди, пострадавшие от радиации. Каждый из них может воспользоваться набором социальных услуг или получить денежную компенсацию. Врачи предупреждают. Выбирая деньги, льготники рискуют ухудшить состояние здоровья. Могут возникнуть осложнения и обостриться хронические заболевания. Пользуясь льготой, нужно регулярно посещать врача, поэтому самочувствие пациентов всегда под контролем специалистов. Необходимое лечение корректируется, а препараты можно получить в специализированных аптеках. Выписка льготных лекарственных препаратов инвалидам и пациентам с 65 лет осуществляется сроком на 90 дней. По последним данным, по приказу Министерства здравоохранения, до 180 дней. Но это решается индивидуально с учетом анамнеза состояния пациента, на какой срок будет выписан тот или иной препарат. Программа лекарственной поддержки федеральных льготников реализуется под контролем губернатора Дмитрия Азарова. Лекарство, которое не входит в федеральный перечень, но необходимо пациенту по назначению, оплачивает областной бюджет. До 1 октября у льготников, которые предпочли деньги, есть возможность вернуть себе набор социальных услуг. Для этого нужно обратиться в пенсионный фонд, либо в МФЦ.